Доброе утро! Мы, наверное, жители нашей огромной страны думали, вот жалко такая замечательная опера, когда еще ее увидишь, когда еще будешь в Москве. Я вам скажу, когда вы ее увидите, 16 числа, в воскресенье, в 10 часов вечера, канал Культуры будет транслировать эту оперу. Мне кажется, это совершенно уникальное событие, потому что между премьерой оперы и тем, как ее увидит вся страна, пройдет всего неделя. Мне кажется, так бывает крайне редко, а сегодня в нашу студию пришли люди, которые работали над этой оперой. Я думаю, что перед тем, как ее посмотреть, будет интересно с ними поговорить. Еще раз доброе утро! Андрей Максимов, в студии программы «Наблюдатель». Представляю наших сегодняшних гостей. Думал, с кого начать, но все-таки, наверное, надо начать с создателя, с композитора Павел Карманов. Композитор, доброе утро! Мы только что посмотрели новости от наших корреспондентов, от корреспондентов канала «Культура». Какая новость от вас? Моя новость, кроме премьера в Большом театре, это участие в Дягилевском фестивале в Перми у Теодора Курензиса, где исполнялся мой секс-тет, называется «Любимый, ненавидимый город». Алексеем Любимовым, Еленой Ревичей, другими прекрасными музыкантами. И вот был большой успех, вообще был грандиозный фестиваль, грандиозные музыкальные события, приезд огромного количества звезд туда, сбор лучших музыкантов со всей страны. А народ? Народ был полный, залы, и все было в полном порядке. То есть народ слушал классическую музыку? Со страшной силой просто. Это хорошая новость. Владимир Анатольевич Моторин, выдающийся российский певец, солид Большого театра, народный артист России. Кроме всего прочего, человек, от которого просто исходит доброжелательно всегда, ко мне. Это потому, что я вижу вас. Я не знаю, как другим. Какая новость от вас? Какая новость? Ну, у меня одна новость, премьера князя Игоря в Большом театре, потому что последние два месяца и днем, и вечером, и ночью шла титаническая работа над собой и над спектаклем. У нас сегодня, так нечато, так бывает, два выдающихся певца. Пата Бурчуладзе, знаменитый тоже человек, народный артист Грузии. Я уже вам сказал перед эфиром, что я когда с вами разговариваю, Когда я вас смотрю, я вспоминаю, какая замечательная страна Грузия, как давно там не было, что обидно. Новость от вас? Ну, что? Мне было очень приятно участвовать в этом спектакле. Я действительно ждал этого спектакля, потому что с любимым я знаком уже 78-го года, с Юрием Петровичем. Я учился в Ласкало, был стажером в Ласкало, когда он приехал ставить Бориса Годунова. И затем поставил Хованщину еще, когда я там был. Я уже смотрел на его репетиции, участвовал там, ну, в смысле, присутствовал на этих репетициях. И вот, спустя стольких лет мы опять встретились, уже встретились на этом. Мне это очень приятно. В общем, вы можете понять, что люди, которые работали над Борисом, над этим спектаклем, над Князем Игорем, они ничем другим не занимались, потому что эта работа занимала их целиком. Ну, что, наверное, хорошо. Вы уже поняли повод. Мы сегодня будем говорить об этом произведении, об этой постановке. Я еще раз хочу сказать, что 16-го числа на нашем канале уникальные события между премьерой и показом проходят всего неделя. Вы сможете посмотреть это произведение. А сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет и вернемся к нашему разговору. Впервые опера русского композитора Александра Бородина «Князь Игорь» была поставлена в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра в 1890 году. Спектакль состоял из четырех действий с прологом и длился более четырех часов. Работу над этим произведением Бородин начал за 21 год до премьеры. Музыкальный критик и историк искусств Владимир Васильевич Стасов предложил своему другу удивительный оперный сюжет. Посоветовал обратиться к памятнику древнерусской литературы, созданному в XII веке. Бородина вдохновила слово о полку Игореве. Он с восторгом говорил, что сюжет пришелся ему ужасно по душе. Чтобы глубже проникнуться духом старины, композитор побывал в окрестностях Путивля, изучал исторические источники, летописи, исследования о половцах, музыку их потомков, былины и эпические песни. Опера сочинялась в течение 18 лет, причем многое не было записано и оркестровано Бородиным. После его смерти Александр Константинович Глазунов по памяти восстановил увертюру и на основе авторских эскизов дописал недостающие эпизоды, а Николай Андреевич Римский-Корсаков инструментовал большую ее часть. Для Большого театра князь Игорь – опера очень важная, лежащая в фундаменте русской части репертуара. Она выдержала семь постановок и была сыграна более тысячи раз. Новая версия – дебют Юрия Петровича Любимова на сцене Большого театра. Она резко отличается от всех предыдущих, потому что для режиссера в словосочетании «оперный театр» – главное слово «театр». Ну что же, начнем мы, Павел Викторович, с вас, если можно. Пожалуйста, пожалуйста. Вот я вам все задал вопрос, который бесконечно все задают, но тут от него никуда не деться. Я сделал полезное для князя Игоря Вича, сказали вы в одном из изданий. Это значит, что вы улучшили Бородина? Нет, это значит, что я в каком смысле отстаивал какие-то наиболее яркие, красивые части этой оперы. И иногда приходилось спорить с Юрием Петровичем с тем, чтобы, например, сохранить этот кусок в партитуре, а не купировать, как многие другие. Вы сокращали? Да, в основном моя работа была в сокращении. Скажите, пожалуйста. В таких точечных, хирургических, очень тонких и делегатных сокращениях. Вы сокращали по партитуре или почему? По записи и по партитуре. Вот композитор получает партитуру произведения Великого. Вот мне бы сказали, сократите Евгения Онегин Пушкина. Вы дали бы текст Пушкина сокращать, я бы растерялся. А вот когда сокращаешь оперу? Конечно, боязно. Конечно, боязно прикоснуться к Бородину и как-то что-то там, не дай бог, мог навредить. С одной стороны. С другой стороны, необычайно почетно, необычайно престижно и необычайно приятно и интересно пообщаться с Юрием Петровичем Любимым. В твою очередь. Надо сказать, что в собственной редакции предшествовала довольно длительная работа по обсуждению, собственно говоря, с Юрием Петровичем, его концепции, прослушивание многих версий этой оперы в разных исполнениях. Ну, надо сказать, что нотами владеев из нас двоих я. Юрий Петрович, он в большей степени магистр именно режиссуры. А я работал как бы его музыкальными мозгами, руками, глазами. Юрий Петрович объяснял, про что будет опера? Про имперскую оперу. Как-то изначально даже планировался под синюю богородичные иконы. Которая потом переродилась в декорации Зиновия Марголина. Вообще, это его определение как имперская опера. Вот теперь я хочу у певцов спросить, кто... Я знаю, как человек, поставивший спектакль драматический, что вообще режиссер, когда приходит, он говорит, мы будем ставить три сестры про то-то. Вот Юрий Петрович Любимов говорил, что мы будем ставить... Потому что имперская опера, это невозможно сыграть. Это же как бы так очень красиво. Он говорит, про что это будет опера? Мне нет, потому что так составлен был репертуар, что я был до 10 мая занят предельно. Было три спектакля «Золотого петушка», который, значит, вот... Не перед ним ничего не... Про петушка поговорили. Да, не до него, не после. И был Борис Гудунов, к которому идет у меня лично двухнедельная подготовка. А как вы работали с Любимовым? Мы работали с Любимовым, значит, у нас три состава. И начинал, значит, один из певцов, потом подключились еще двое. Нет, а как? Вы что-то, он вам объяснял что-то, он как актеру. Вы же замечательный артист. Спасибо большое, у вас хороший вкус. Спасибо, да, спасибо. Значит, на самом деле, значит, два противоречивых чувства во мне билось. Во-первых, что из песни Галецкого выкинули из арии средний куплет и сделали иллюстрацию этого куплета сценически. Женщину мотали, разматывали, давали в руки. Вот. Но я был, как бы, так сказать, взволнован и насторожен, зная характер Юрия Петровича. Но тут мы полюбили друг друга с первого взгляда. И я бесконечно благодарен, что он не ломал меня. У меня такая вот вредная привычка. Я обязательно репетиций должен... Тогда я понимаю, что многовато. Я начинаю убирать. Но если мне не дали этого делать, то это через первом, на пятом, на седьмом спектакле все равно взорвется. Поэтому, значит, Галецкий человек буйный. Но вот то, что великие магистры сократили самую главную фразу, которая раскрывает Галецкого. Эх, только сесть мне князем на путевле. А остальное все предвыборные обещания во все времена, во всех странах, а в нашей особенно. Это будет вино, левки, жилплощадь, все, что хотите. Будем бороться с коррупцией, что сошло. А вот выкинули маэстро фразу. Вы не могли за нее бороться? Бесполезно. Как бы, значит, вот, уважая патриарха. Мы даже и не зарекались. Просто тихо страдали. Тихо страдали. Нет, вы знаете, мне страшно говорить в микрофон. Ну, значит, за последние 20 лет я изменил средства борьбы. Раньше я, значит, вякал, 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 вякал и не попадал в премьеру. Сейчас я молчу-молчу, потому что когда откроется занес, я буду делать то, что хочу. И меня никто не остановит. Вы как в том анекдоте, когда вы репетировали. Да, я не мешал. Я не мешал, не мешал, да. На самом деле совпало. Кроме одного момента, когда он таскает ее на руках, я начал ее класть на стол, целовать, показывая, что было до этого и что будет дальше. Но пока это было многовато. Но по линии Галецкого, надо сказать, я очень благодарен тем, что в прошлом спектакле у Покровского 20 лет назад одна сцена перетекала в другую, и они оба трудно исполнимые. Потому что Галецкий – та партия, которая кровавая считается. Она для баритона низкая, а для баса очень высокая патистория. И сразу после Арии спеть еще встречу с Ярославной, мы четвером в прошлой постановке начинали, а допели только двое. Что-то было невозможно. Здесь все-таки на столе Галецкий немножко отдыхает, и за эти 5-6 минут, что идут, уже набираешься сил, вторая часть становится легче. Но вообще интересно, потому что каждый раз, во-первых, преодолеваешь себя. Значит, и в тесситуре, и, так сказать, в этом накале, потому что легче всего сыграть, что хотел Юрий Петрович. Тянется и бабник. Это, значит, снимаете сейчас с крытой камерой всю Москву, и будет совпадение на 99,8. Мы сейчас еще вернемся к этому, и мне интересно сравнить с Опере Покровского. Я хочу Пата Шаловича спросить. Вот вы сказали, что вы хотели работать очень сильно. Да, Патрия хотел очень сильно. И как? И вот как раз мне удалось это. Я не могу сказать, что я абсолютно согласен с тем, что происходит на сцене. Но, знаете, что-то надо сделать, ущерб, совет, тоже для того, чтобы достичь. И мне было очень интересно с ним работать. У вас выбросили там изменито, арео. Да, вот нету арея кончака. И что этим получилось? Получилось, что фактически меняется смысл даже в опере. И вот Опер Бородин хотел очень показать то, что кончак, хотя он кровожадный, хотя он такой, поэтому он очень уважает своих соперников. Он очень любит их, он их очень ценит. И он вот даже, он всегда в опере гордился, что вот он, у него соперник такой всемогущий князь Игорь. А вот это уже нет. Это уже нет. Обидно еще то, что вот, вообще вы назовите мне хоть одного кончака, исполнительный ролик кончака, от Володя, ты мне скажи, хоть одного, кто бы был рад, что этой ареи нет оперы. Все по этой ареи нет, это наша визитная карточка. Это наша визитная карточка. Вы не увидите, сейчас я вам скажу одну вещь. Сейчас ответит вам. Что вы знаете, что эту песню кончака, которая осталась, это не писал Вородин, это Глазунов написал. И эту... Вообще не Вородин. И оркестровал тоже. Вородин вообще не хотел эту песню в этой опере. Она вообще не была. Она почему-то добавлена. Сейчас. Я, кстати, когда пел в Кувенгардине, вот как раз там шла, я кончак исполнял и арию свою, и песню кончака. Ну, обычно это не идет. Понимаете, поменялось все в этой опере. Поменялся весь характер. Но вы говорите, что вам очень... Теперь объясните мне вашу фразу, что вам очень нравилось работать любимым. Вот после всего этого... Понимаете, упустить такую возможность с ним поработать я не мог. И я думаю, что очень правильно поступил. А как он работает? Он работает очень интересно. Он очень хорошо объясняет образ. И что он хотел? Он добился того, чего он хотел. Он хотел сделать из кончака, например, не то, что вот он такой, знаете, щедрый, большой. Он кровожадный, идиот. И он врага, настоящего врага для России. И у него это получилось. Действительно, это так и получилось. А из Игоря он добавил туарию, которая Игорь вообще не исполняется нигде. И он добавил из Игоря. А он вам объяснял это все? Вот вы играете кровожадный. Вот как он работает? Он с вами работал как драматическим артистом? Да, да, да. Он были такие места, где он делал очень такие драматические совмещания. И это было очень интересно и очень правильно. С ним работать – это одно удовольствие. Скажите, Павел, вы прекрасно понимали, что если вы выбрасываете орию кончака, то к вам будет огромное количество вопросов и претензий. Потому что это нелепо мне вам предупреждать, что это очень хорошая музыка. И вообще, как бы такой шлягер. Тем не менее, почему это надо было так необходимо сделать? Как Юрий Петрович? Опять же, в сожалению, мне приходится все свои действия объяснять одним и тем же. Таково было намерение режиссера. Он действительно хотел унивелировать линию любви, дружбы и все эти нежные линии, которые в опере присутствуют, которые, по его мнению, размывают сюжет, а не концентрируют его. И таким образом, именно из-за текста, не из-за музыки. Музыка может быть и прекрасная, но Юрий Петрович больше идет от текста каким-то образом. А с Юрием Петровичем любимым можно спорить? Можно. Он прислушивается и часто идет навстречу. Скажите, пожалуйста, Владимир Иванович, вы уже начали говорить про то, что вы пели в знаменитой постановке Покровского. Да. Сейчас в постановке любимого. Я не прошу вас так прямо сказать, какая лучше. Это второй вопрос. Чем они принципиально отличаются? Принципиально отличаются, прежде всего... Какой голос? Значит, прежде всего они отличаются тем, что у любимого динамичный пролог. Мне это нравится. Хотя красочнее было у Покровского. Выносили хоругви, знамена. Здесь для меня большой загадкой было, что вся бригада Галецкого с крестами. Ни в одном месте нет ни иконы, ни хоругви. Ни один человек не крестится. А удобнее вам, вот я такое прошу слово, удобнее вам было в какой постановке? Мне в этой постановке удобнее. Кроме сожалению, что моя любимая реплика выпала. А удобнее почему? Потому что есть перерыв между сценой с Ярославной. Покровского было более чем сложно. Надо было после арии сцены с мужиками переходить через бруствор. Я бы мог перешагнуть своими длинными ногами. Нет, нужно было спускаться вниз, сбивать дыхание, подниматься, крутить девушку, класть ее на колени, целовать, потом ее выбрасывать, чтобы не потерял мысль. Какая-то тяжелая работа, так это. Тяжелая работа, потому что там тесситура. И там такая тесситура, что сдохнешь. Извините за слово тесситура. Потому что идет по нарастающей, по нарастающей, несмотря на то, что у меня хорошие верхние ноты, долго выдержит. Ля-ля, себе мульти. И когда к папе приходишь, уже, так сказать, вот. А в это время в руках женщин. Хоть и 40 килограмм, но все-таки, значит, отвлекает. Что мне понравилось у любимого, то, что праздник половецкий, он в середине. Что, может быть, немножко снижает градус возвращения Игоря. А у Покровского кончалась вот этой вакханалией, свадьбой, половецким актом. Но там была расшифровка, которую, не знаю, можно в эфир передать или нет. Он с нами в беседе, Борис Александрович, говорил, что, пожалуй, кончак это Назарбаев, который понимает, что Казахстан никогда Россию не завоюет даже с ядерным оружием. Россию можно побить только одним. Целовать в засосе и души. Целовать, сосать. Отпивать сверху крови. Это Покровский так разговаривает? И на самом деле так и было. Кончался этого вакханалия с танцами потрясающий. Выходил кончак, я играл и кончака тоже. И он держал эту девушку не потому, что, мы же делаем, а вот, что, так сказать, это была победа, так сказать. И в это время на заднем плане появлялась церковь на Нерли. Все так вяло смотрели на нее, что пора на Родину. Но спешить не будем, еще обеда не было. Я вам скажу, у Покровского была примерно эта же идея, как и у ее любимого. Не красочный в кольчуге богатырь, спасающий, идущий за русскую землю. Аферист-авантюрист в слабом платье, крашенном, такой все были, кроме Галецкого красной рубахи, все были, примерно, как в этом спектакле, серые такие мыши из щелкунчика. Значит, что вот вся эта серая масса, так сказать, вот, и она сталкивалась с коричневой массой тараканов. Да. Понятно. Я вам расскажу. Да можно я сейчас только, вы сейчас расскажете, я хочу один вопрос вашему коллеге задать. Вы работали с огромным, ну, с большим количеством разных оперных режиссеров. Чем отличается любимого? Любимого отличается тем, что, вот, знаете, большие режиссеры вообще, они говорят сегодня очень неправильно. Большие режиссеры те, которые не теряют смысл оперы, которые вот... Что такое режиссер для меня? Для меня это режиссер, который может соединить композитора и поэта или писательного глибретта, все это соединить и сделать между ними какой-то синтез. Сегодня режиссура – это такая вещь, что вот они меняют все на этом, все на белое и красное, красное и белое. Не поймешь, что происходит в опере. Это нам очень мешает петь сам. Очень. Они никак не могут это понять, что это все-таки оперный. Оперный спектакль. И вот любимое, чем мне нравится, что он всегда, вот, с 78-го года, я ему говорю, что я первый раз с ним встретился с Атами, там Борис Гадунов был поставлен, там был поставлен Хованщина, что он, хотя и модерн, он все делает по-современному, но он никогда не дает нам почувствовать, что мы там для того, чтобы исполнить что-то другое. А мы действительно участвуем в этом спектакле, в этой постановке, мы действительно исполняем Пушкина, например, и действительно Мусоргского мы поем. И вот здесь, вот у него это не теряется. Вот хотя бы вот наш спектакль сегодня, пожалуйста, вот, он же взял, сократил оперу, сократил и все сделал, знаете, вот, весь, что я говорю, вот, из моего персонажа, вот, из другого я не буду говорить, из Хана Кончака, из одного персонажа, он абсолютно создал другое лицо, но тот же самый Кончак, никто не может сказать что-нибудь против, он тоже самый, но он другой человек, он абсолютно другой на сцене, он уже... А где вы в этот момент? Вот он, где, вот, исполнитель берет Любимов из одного Кончака, делает другого Кончака, а исполнитель где? Он просто подчиняется? Из одного подчиняется, конечно, если ты хочешь участвовать в этом спектакле, ты должен подчиниться. Знаете, так, если мы не будем подчиняться, тогда получится что-то, если каждый солист будет делать то, что он хочет, тогда зачем нам режиссер вообще? Режиссер, логично. Хороший вопрос. Да, и потому, надо подчиняться, чтобы понять, вот, когда доверяешься, ты этого делаешь, ну, есть такие вещи, конечно, за границей, особенно в Германии, когда ставятся спектакли, такое безумно, что невозможно уже, знаете, вот, невозможно согласиться, ну, тогда приходится или, к сожалению, уходить. У вас были такие случаи? Вы любили, не раз. Или же как-то идти на компромиссию, вот, упрощивать. Вот я не раз говорил, если вам интересно, например, я пил Бориса Годунова в Штутгарде. И вот режиссер меня упрощил, что Борис Годунов должен сидеть в одной сцене с юродивым и пить водку. Вот как это можно оправдать? Вместе сидят и пьют водку. Ну, это невозможно никак. Я бы согласился, я бы это сыграл ради интереса, но это невозможно. Ну, это, ну, как это возможно? И вот, как-то, спор был на неделю у нас, чтобы как-то прийти к компромиссу. Ну, пришли к компромиссу так, что вот так водка там лежала. Я пошел, я взял это, очень мудро почему-то на нее смотрел и унес с собой. Ну, что делать? С холодильник, да. Она воротёплый. Вот я сейчас понял, почему я не... Спасибо, Володь. Я сейчас понял, вот сегодня понятно. Скажите, пожалуйста, Павел, вот вы же, ну, я зрителям скажу, вы для себя все знаете, вы же пишете самую разную музыку, вы и в рок-группе играете, вы и в кино пишете музыку, вы пишете, вот, классические, ну, как это называется, классические произведения, да, они называются? Ну, серьезно. Да, contemporary music это называется. Вот, я не могу это повторить, но вот вы еще вот это вот пишете. А для вас лично, как для композитора, открылось, когда вы работали над Бородином? Вот что вам было самое интересное? Ну, во-первых, мне открылась, конечно, сама опера в большей степени, чем я раньше ее изучал в консерватории или в, там, ЦМШ. Во-вторых, я очень полюбил эту музыку, я так раньше ее не любил. И когда я в нее плотно вник, в ее структуру, и вообще, ну, как бы, в ее музыку, я начал ее фактически знать наизусть в какой-то момент. Вот, и очень приятно заниматься вещами, которые любишь, согласитесь. Музыку ведь написал химик. Ну, меня тут в данном случае, вот, кто-то педалирует слово химик, а мне совершенно все равно, химик он думает. Нет, ну, она действительно, я ничего там не понимаю, она действительно стоит в ряду, но у нас, слава богу, оперы-то великие, разных великих композиторов того же Мусорского, того же Косковского, она действительно стоит в этом ряду? Ну, конечно, обязательно. Дело в том, что, ну, все равно, кем он был, химиком или физиком, или, там, кем-то еще. Вот, но он был членом «Могучей кучки», он общался с такими людьми, как Глазунов и Римский-Корсаков, которые ему, в конце смысла, помогали, и помогли после его безвременной кончины дописать это произведение до конца. И мы используем канонические оркестровки Глазунова и Римского-Корсаков. Я ни ноты не наоркестровал, хоть Юрий Петрович это и анонсировал. Скажите, пожалуйста, можно сказать, что когда композитор так мощно, так активно, так серьезно работает на такой опере, он потом будет писать иначе? Вот эти дни, ну, для меня совершенно разные вещи. Я пишу разную музыку по разному поводу. Это же вы все равно. Да, ну, я многолик, вот, получается. Для себя я пишу совершенно другую музыку. Это называют минимализм или новая простота, или репетитивная музыка. Для кино я пишу ту музыку, которую меня просят написать режиссеры. Я очень много лет писал музыку для рекламы, или телевизионных заставок. Там постоянно существуют заказчики. А мы-то думаем, что вдохновение на композицию. Это все мы неправильно думаем? Нет, вдохновение присутствует, но оно очень быстро улетучивается, как только начинается многочисленные переделки. Редко, когда удается режиссеру угодить с первого раза. И вот, князь Игорь, это тот самый случай, когда мне удалось угодить с первого раза Юрию Петровичу Любимому, потому что для меня было удивительно, странно и очень почетно. Потому что когда я принес ему вот этот монтаж, который я произвел из оперы по его указаниям в виде звучащего файла, длиной 2 часа 5 минут, на протяжении всего прослушивания, а мы, по-моему, послушали раза два, я постоянно слышал какие-то удивительные для себя возгласы, гениально, прекрасно, там и тому подобные прекрасные вещи. Скажите, пожалуйста, если взять все, что вы пишете за 100%, то сколько из этого пишется по заказам, по договорам, а сколько пишется просто так, потому что очень хочется? Вы знаете, сейчас, последние годы меняется ситуация, именно в направлении того, что я начал больше уделять внимание своим собственным произведениям, как я их называю, мои собственные произведения, в которые никто не вторгается, где нет режиссера или заказчика. Ну, вот в большей степени у меня сейчас будет премьера оратории в Петербурге. А до этого было больше всего по заказам? Ну, я в течение 15 лет, наверное, занимался вот этим рутинным бельмислом композиторским, и я нисколько при этом не стыжусь этого, потому что это хорошая, нормальная работа, вот, и мне удалось создать много таких микроскопических шедевров, вот, за которые я даже горжусь. Шедевры? Ну, вот, какой-то маленький рекламный кусочек, может быть, достаточно хорош, в меру прочим, и им можно гордиться, скажем вам. Вот, и... Ну, уж не говоря про мои киноработы, где более длительные, значит, какие-то фрагменты попадают иногда, тоже есть. А сейчас вы больше пишете для себя? Ну, в большей степени, да. Давайте мы сейчас обратимся к нашему интернет-обозревателю Алексею Черепанову, который сегодня зашел в интернет. Я не знаю, пишут ли уже что-либо о премьере или не пишут. Доброе утро, Алексей, что нам расскажете? Доброе утро, Андрей. Пишут очень много, но вот то, что пользователям, многим пользователям интернета постановка не понравится, было ясно еще до премьеры. Так, музыкальный критик Петр Поспелов на своей страничке в Фейсбук, то ли в шутку, то ли всерьез, предложил зрителям провести флешмоб прямо в Большом театре, спеть не спетая Арию Кончака, которую Юрий Петрович Любимов не включил в свой спектакль. Многие на эту инициативу откликнулись, но, слава богу, на премьере такого демарша не произошло, хотя некоторое напряжение все же возникло, споют или не споют. Но вот после премьеры у пользователей интернета возникли две основных претензии к постановке. Во-первых, они считают, что искажен авторский замысел, а во-вторых, князь Игорь показан не былинным героем, а просто бездарным полководцем. Показательная дискуссия разгорелась в живом журнале. Дело в том, что автор оперы сочинил произведение с определенным содержанием, а потом пришел Любимов, непонравившееся отрезал, нужно ему пришил, и делает вид, что получившаяся это опера А.П. Бородина. Возмущается Адюков. Да кто их поймет, этих деятелей искусства? Я так вижу, вот и весь ответ, считает пользователь Алекс Сулоба. Вы меня извините, но у вас какие-то странные представления о роли постановщика, защищает творческую свободу режиссера, пользователь Аксесс-07. Может, вас это немного удивит, но что, когда и как будет происходить на сцене, решает именно постановщик, а не автор, который мог до постановки, увы, не дожить. Давайте еще осудим людей, которые неправильно играют Баха или еще кого-нибудь. Хочешь писать оперу про бездарного полководца Игоря? Пиши, может, получится гениально. А Бородин в свою оперу вкладывал другие смыслы. Резать произведение по-живому и называть полученного Франкенштейна оперой Бородина князь Игорь это неуважение и к автору, и к его произведению спорит Адюков. Устала и в который раз повторяю. Опера Бородина так и не была закончена. Никакой авторской версии в природе вообще нет, утверждает Аксесс-07. А еще можно Аиду так поставить, что Амнерис будет влюблена в Аиду, а не в Радонеса, иронизирует пользователь-ориенталист. Вот как считаете нужным, так и ставьте. Вы же художник, а не бухгалтер. Защищает опять свободу творчества Аксесс-07. В Германии недавно так поставили тангейзера, что часть публики чуть не разнесла театр, а остальные в панике разбежались и до сих пор негодуют. Директору пришлось официально извиняться. Это бывает. Мир не рухнул. Да мир-то от такого, конечно, не рухнет, но конец его приблизится, считает ориенталист. Но и Аксесс-07 отвечает. Ну, посмотрим, может, и рухнет. 16-го числа вечером на культуре оперу покажут всем страждущим и негодующим. Такие баталии разворачиваются вокруг любимовского князя Игоря, как называют сейчас постановку. Андрей. Спасибо большое, Алексей. Меня больше поражает, что люди так страстно говорят про оперу. Не про деньги, не про политику, а про оперу. Скажите мне, пожалуйста, Владимир Анатольевич, вы работали с Серебренниковым в «Золотом петушке». В опере, которая, я ее не видел, которая, ну, очень экспериментальная, скажем так, и так далее. В чем принципиальная, с вашей точки зрения, разница в подходе к опере у Серебренникова и у любимого? Ну, значит, начну с любимого, это более свежий. Я рад, что великая музыка, хоть и с какими-то сокращениями, снова на сцене Большого театра. И вот, как замечательно сказали авторы музыкального прочтения, да, можно что-то лишнее или не лишнее отсечь, но оставить целое. В целом, конечно, драматургия выиграла скорость. Три часа для русского зрителя – это ровно столько, сколько можно выдержать. Хотя, конечно, вот мне жалко, я переживал, что мне не дали. Хоть бы они оставили бы уже эту арию, все остальное, мне кажется. Нет, объясняю. Ария настолько красива, и она определяет кончака во всей красе. Он и политик, он и угрожает, и он и покупает. Не травите душу. Нет, да. Мы так все. Я уже отравлю невесок. А Серебряников? А Серебряников? Ну, вы знаете, я с интересом работал. Хотя от русской сказки, какой писал Пушкин, которая была цензурована, ничего не осталось. Ну, сам процесс работы был интересен, потому что открывались новые горизонты. Если бы это было поставлено лет 10 до этого, конечно, это была бы даже не атомная водородная бомба. Значит, все приближено к Кремлю, заседание госсовета, великий вождь без фамилии – это я, выбритый в пиджаке. А как народ воспринимает это, зрители? Вы знаете, я по своей жене сужу. Она, значит, плевалась и сказала, что зря в этом участвовала. Но когда она три раза посмотрела, она привыкла и сказала, что очень много хорошего, но только благодаря мне, так сказать, вот при всей сложности отношений. А разница в подходе у этих режиссеров есть? Вы знаете, у меня не в обиду режиссерам будет сказано, вот вы гениально уловили, и драматические режиссеры ставят сквозное действие, но они идут от либретто. И в этом загвозка ошибки. А не от музыки? А не от музыки. Потому что из либретто композитор делает музыку, и она, может быть, слова играют наоборот другую роль. Ну, то есть вот в спектаклях гранд-оперы, как Большой театр, 80% должно идти от слуха, от красоты. А красоты урбе родина столько. Столько красивой музыки, и восточной, и невосточной. Столько, вот и нельзя выразить даже словом, столько сил и духа, и такого мощного, не знаю, славянства, не славянства, но вот квинтэссенция русского духа в этой музыке. И характеры тоже квинтэссенции. И Галецкий, и Скула, и Ерошка, и Кончак, и все остальные. Это вот эти русские люди, которые разные. Одни вот с татарской кровью, другие и с татарской кровью, так сказать. Но вот эта Россия, многонациональная, как бы ее история. Почему все большие произведения русской музыки идут не сколько о любви, сколько, так сказать, вот о сложном понятии, так сказать, Россия, ее судьба, ее история. А скажите мне, Владимир Анатольевич, ее будущее, извините. Неожиданный для вас вопрос? Да. А почему вы не ставите сами? Они дают, дайте поставить. Я не могу. А вы хотели бы? Я бы хотел, да. Я хочу сообщить, что Владимир Анатольевич хочет поставить оперу. Я сообщаю об этом всем, может быть, просто все не в курсе. Нет, мне серьезно, мне кажется, что это... Потому что вы так интересно говорить, так интересно разбираете, что ощущение... Вы знаете, вот у меня единомышленники, идет операбельный процесс. И поэтому вот я себя ощущаю, как старший исследователь по особо важным делам и как хирург, так сказать, нужно алгеброй проявить гармонию. И чтобы образ был шире, нужно, так сказать, поколупаться, первоисточник почитать, полистать, клавир, побеседовать с умными людьми, подумать об этом, о чем, так сказать, вокалисту, не надо думать, так сказать. Я серьезно говорю, мне кажется, что это, ну, такой, так сказать, серьезная заявка. Вы же не просто... Но 10% ваши. Нет, я за работу. Пат, я вас время спрашиваю, как человек, который работает в разных театрах, может быть, это правильно, может быть, неправильно. Как вам работа с Большим театром? К сожалению, за последнее время про Большой театр очень редко говорят, я не призываю говорить хорошие слова, но просто понять, какая там атмосфера, как там существует период, как там работают. Знаете, вот сейчас, не ожидайте от меня что-то очень... Такое, может быть, мне что-то нравится, что-то не нравится. Я вам скажу, что режет очень ухо. Очень режет ухо Большом театре, когда по микрофону там объявляют. Ну, работаем сегодня, давайте работаем. Слово «работаем» как не подходит творческому коллективу. Вот это я никогда ни в каком театре я не слышал. Завтра работают моторин, бурчула, старин, бурчула, работают. Значит, как-то... Уже, знаете, как-то вот... Я уже не как кончак иду на сцену, а как какой-то трубой, уже исполнитель какой-то... Справа к вам. Мы подписываем договора, и в этой гадской бумаге написано «Дирекция театра в лице Сидора Матрасева». Дальше называется «Дирекция» и «Абрама Семеновича Гальштейна». Дальше работник. И дальше все время идет работник. То, что народный артист, заслуженный артист. Не то, что слово... Слово «работник» к артистам не подходит. Это очень уважительное слово. Конечно, работа это очень... Вот мы работники. Это очень режет ухо. Потом я первый раз услышал слово такое на репетиции, как... Подождите, как это было сегодня у нас? Какая репетиция? Что было объявлено? Балансовая репетиция. Я спросил, что я такое? За 35 лет моей карьеры я такой репетиции. Балансовая репетиция. Оказывается, это акустическая репетиция. Называется балансовая. В смысле, вы попроверите, как... Вот я не знаю, вот такие... А солисты, вот хор, вот все, что касается творчества... Нет, нет, хор – это потрясающий хор и оркестр, и солисты. Солисты у нас очень хорошие в нашем составе. Ну, чего стоит только Володя. Я хорошо сказал. Дорогой мой. Нет, солисты. Мы друг друга очень уважаем, очень любим. И, знаете, не надо никогда упрекать другого, потому что у самого очень много неправильных всего может быть на сцене. Так что этим судить я не могу. Но уровень очень хороший, очень... Ну, вот, то есть отношение к телу немножко другое, что мне не очень приятно, честно говоря. Павел, вот тут уже в интернете говорили вопрос, который меня очень интересует. Поскольку люди всегда, каждый человек, любитель музыки, считает, что он лично отвечает за то, чтобы Бородин был настоящий. А критики музыкальные вообще уверены. Что вот каждому критику Бородин написал завещание, я вот должен критик следить. А что такое, вот они говорят, есть Бородин, нет Бородина? А как это определить? Вот есть Бородин в этом опере? Нет Бородина? Он про это писал, не про это писал? Не знаю, я могу как композитор сказать, что если там есть его музыка, а она там есть, и там исключительно его музыка. Пусть даже ее по слуху записывал Газунов, пусть ее порезал после этого Карманов, пусть ее оркестровал Ринский-Корсаков. Я так попал в такой ряд. Хорошая компания. Хорошая компания. Вы простите меня за такой ряд, который получился. Я, конечно, ни в коем случае себя не причисляю к великим. Я скорее такой работник, как ни странно в данной ситуации. Не очень творческий, кстати говоря. Но в связи с тем, что мы слышим только идеи Бородина в разных воплощениях, в разных комбинациях, может быть даже. Но это Бородин, конечно, Бородин. Там нет ни одной ноты на Бородина. Вот это же важно в произведении. Ну, вы его очень не понимаете. Всем же, наверное, понятно, что в данном случае мы имеем дело с неким произведением под названием «Постановка любимого». И в этой постановке любимого, с его точки зрения, все предельно на местах. Мало того, она очень любимого по своей сути, по картинке. По сути, Любинская, Бородинская, она по сути. А откуда мы от Бородина делимся, если он звучит, пусть не три часа, а на два? Там нет практически нот, кроме Бородина. Ну, там я написал одну связку какую-то между двумя эпизодами. Есть, там много. Много? Нет, ну, например, там идея о том, что в прологе должны появиться половцы и устроить сечу прикерженца, она не моя идея. Это идея Юрия Петровича, которая изначально у него была в голове, что сначала они должны их разбить, и потом уже действие продолжается встание в Половецкое. По-моему, это логично. Мало того, возникновение второго Половецкого акта, которое непонятно почему выбрасывают режиссеры и дирижеры, а мне он лично очень нравится. И Половецкий марш, и монолог, и прекрасный финал, очень забойный. Я, наоборот, вытащил, и мне кажется, что без него опера какая-то куция. Скажите, а как была реакция Синайского, музыкально-рапорта Большого театра? Я знаю, что первая и последняя, и срединная реакции Синайского были положительные. Идет, что я этот же самый файл, из которого потом была изготовлена новая партитура, и уже расписаны голоса. И было очень сложно в последний момент добавить аккордик, потому что это все уже расписано всем в их партии, понимаете? С самого начала прослушал это дело, и не раз. Ему был даден два диска с этой оперы в моей редакции. Я консультировался с музыковедами из консерватории, я консультировался с музыковедами из Геликон-оперы, откуда я получил клавир монолога Игоря. Мне любезно его переслали. Это Ламовский клавир Павла Лама, музыковеда, который занимался исследованием этой оперы. И первое, что поступило мне в руки, это огромный объем рукописей Павла Лама, который Большой театр взял в музей Глинки и передал его мне. Я его изучал. После чего я начал изучать существующие постановки. И потом уже, извините на свой собственный вкус, я скомпоновал по мотивам записи Любимова, естественно, по его... То есть, Любимов... Я что-то предлагал, извините, конечно. Любимов, Карманов вместе с Мартыновым и Синайский работали вместе. Не было такого ощущения, что кого-то из вас заставляют что-то делать. Я бы сказал, что в большей степени работал Карманов с Любимовым. Синайский все-таки дирижировал уже готовые партитуры. Но он не протестовал. Он иногда высказывал определенные опасения. Но ему, как и многим, нравится то, что опера стала динамичнее. Я не очень понимаю людей, которые так страшно убиваются из-за, извините, арии Кончака. При всей прекрасности этой музыки. Там звучит масса другой прекрасной музыки. Вы очень целиал. Мне кажется, вы не можете сказать. Я очень хочу с вами согласиться, но это нельзя. Вы не можете осмириться. Нет, нет, нет. Как это? Тесня хуже, чем Арии. Варьи можно было бы вырезать, как Шаляпин поет один куплет. И даже два можно было, но должна была арестаться. Вот рядом с ним сидел Юрий Петрович Любимов и говорил, так вот это убираем. Что мы ему говорим? Давайте не убираем. Я, кстати, в некоторых случаях просил его там и бежал. Он говорит, убираем этот проигрыш между сценами. Я говорю, вы что, ну это так прекрасно звучит, это шедевр музыки. Наверное, мне надо было сказать так и про Арию Кончака. Я прошу прощения перед вами. И перед всеми исполнителями Кончака, что я так не сделал и не попытался остановиться. Мне это нравится, потому что я Кончака не пою. А своя позиция у вас была, ну вот, скажем, по той же Арии Кончака. Или вы шли только с Арией Кончакой? Мне бы не хотелось сейчас обидеть исполнителя Арии Кончака, но не она главная для меня в опере. А для меня вот, и Юрий Петрович поставил задачу такую, что главным в опере должна стать фигура страдающего и метущегося Игоря в плену. И поэтому он появляется вторичным в третьем муне. А понимаете вы, не получилось самое главное. Почему он страдает в плену? Почему он не может убежать оттуда? И он говорит, потому что ему неудобно перед Кончаком. Потому что Кончак его принял так. Он с ним обращался как на равных. Он восхищался им. И он создавал ему все. Вот вот потому. А то Игорь бы взял и уже без всяких страданий бы убежал. Что ответите? Ну, вообще есть много ведь трактовок слова о полку Игореве. Одна из них говорит о том, что Игорь наоборот был плохим человеком. И он первый напал на хана. И начал всю вот эту военную деятельность. За что и получил по заслугам получается. Ну, в общем, это все в голове у Юрия Петровича находится в любом случае. Не хочу никак сложить себя вину за что-либо. Но, тем не менее, я все-таки выполнял указания режиссера. Я то же самое выполнял. Просто, когда вы говорите, что ничего не потеряло опера, я с этим согласиться не могу. Скажите, пожалуйста, скажите, а если бы там эта ария была, а все остальное, что мы отсекли, отсечено? Я бы играл абсолютно другого человека. Так и опера получила бы другой, как многие пишут. Я не спорю о том, что так хотел Любимовый, так должно было быть. Я потому согласился. Но когда вы говорите, что ничего не потерял опера, вот я с этим не могу согласиться. Хорошо, я беру свои слова обратно. Я хочу сказать, что Юрий Петрович Любимовый гений, потому что поставить классическую оперу так, чтобы вокруг нее ушли такие споры, даже у нас, это, конечно, должен быть, ну, надо быть таким невероятным мастером. Скажите мне, пожалуйста, вопрос, который я вам хочу задать, потому что он все равно у людей 95 лет человеку. 95 лет. Это вот через 5 лет ему будет век. Это видно как-то? Вот что это очень пожилой человек? Нет. Нет, абсолютно. Вообще нет. Глаз горит. Но он кроткий после болезни. Я представил его более, так сказать, вот. А может он не после болезни, а просто ему было хорошо и комфортно? Это надо у него спросить. Ну, вообще, репетиции были доброжелательны. Но у него, кстати, были очень хорошие помощники. Это Игорь, да, Игорь и Катя. Катя, да. Катя Миронова. Вот они бегали, просто по 100 километров пробегали из портера на сцены и обратно, занимались массовками. Давайте скажем зрителям, вы должны это сказать, что это активный, да, такой активный, творческий человек, Игорь Петрович Любимович. Я лично влюблен в Юрий Петрович. Я тоже. И он влюблен в меня, и потрясающе, он требовал дикции. И представил меня в пример, что у меня самая лучшая дикция, что, собственно, имеет место. Ищет мир. Нет, я расскажу. В театре все-таки бывает игра в поддавки, в большей части. И когда пространство сцены пустое, без декораций, это подставка в адрес певцов. Не отражается звук, вы слышите в зале ровно 50%, что стоит он, я и он. Потому что улетает туда, и в зыбких кулисах нет ни кибиток, ни чумов, ни что-то того, отчего отражается звук. Чародейка спектакль замечательная. Река течет, небо движется, мостки, как всегда, на Волжских крутых берегах идут. Площадочки, так сказать, вот почему-то первые выхода с пятой кулисы. Приходится орать, как зарезанного. И не видно человека, и не видно. Спускаешься ниже, до второй кулисы. Можно шепотом говорить, слышно. Более того, во втором акте появляется дворец князя, это такой двухэтажный сортир на вокзале. И сразу себя слышишь, потому что деревяшка отражает звук, куда не повернешься, совершенно другой акустический эффект. Но кто-то в театре должен заниматься интересами солиста и акустики. Вот так, неожко повернитесь, как здесь в кадре. Если никто этим не занимается, то мазня. Так и здесь, значит, вот выходишь, и нет точек опоры. Улетает звук. Но работа была интересная. Опять оторвалось. У меня что-то сегодня все отрывается. Я знаю почему. Тем пирамидам. Потому что рядом грузины. И те, кто любит грузины, здесь и на сцене, дорогой мой. Говорит и показывает Москва. Это только не вырезайте. Мне кажется, что это не то, что со мной, но это очень. Людям ужасно интересно. Почему я ему говорю, что грузины здесь? Не забывай, что Бородин – это князь Геда Ванищвили. И это... И должны знать, почему такая хорошая музыка получилась, восточная тоже. Самое интересное, что этой восточная музыка, в частные песни половецких девушек, ныне в телевизоре рекламируют русских вас, что очень удивительно. Да, вот это меня удивляет. Мало-то, уже даже дважды один мой приятель написал эту музыку, и вот они настаивают на том, что именно эту русскую половецкую мелодию надо поставить на стиху. Когда я спросил про любимого, вы начали что-то говорить, но про любимого. Да. Знаете, вот мне поразило еще что, что обычно такие, такого типа режиссеры, которые точно знают, что они хотят. Они говорят, вот там выходишь, туда приходишь. А он всегда говорит, если вам удобно, пожалуйста, мне было бы приятно там, неудобно, давайте поменяем. Он всегда делает что-то вот такое. Подождите. Он всегда. Вы говорите сейчас, он не диктатор? Он не диктатор нас. Я этого не заметил ни 30 лет тому назад, ни сейчас. Абсолютно. Любимов представляется, об этом очень много говорили актеры его театра, таким жестким человеком, который конкретно говорит, туда пошел, сюда пошел. Да, вот он нам говорит, знаете, вот если вам удобно, мне бы хотелось, чтобы это было вот здесь. Вот так, так, так. Так, если вам это удобно. Неудобно, пожалуйста. А когда-нибудь говорят ему, нет, мне неудобно, тут не хотите? Говорят, я, например, сказал один раз. Он сказал, да. И он что? Он другой. Согласился. Чего он? Юрий Петрович в разной архитектуре и акустике разной. Нет, нет безвыходной положения. И на ситуации можно всегда что-то найти, он находится в любой другой выход. Скажите, Патта, для вас это, ну вы много чего, я не знаю, как сказать правильно, перепели, переиграли до 35 лет. Это знаковое событие, значительное событие? Очень большое. Я вам говорю. Знаете, вот есть в жизни, вот я мечтал еще с одним дирижером, Карлосом Клайбеном. Петь, но у меня это не получилось, потому что он очень редко дирижировал оперы. Если дирижировал, он дирижировал какие оперы? Как «Отелло», «Розенковали», где не было партии «Баса». И вот мне не удалось, я очень жалею, что так ушел из жизни, что вот так. И вот я бы очень хотел вот еще несколько минут рейсторами, вот один из них как раз это есть. А почему вот, почему так? Просто потому что это легенда, потому что человек в 90-м, или почему так вот именно с любимого? Да. Ну, анекдот вы рассказал, но он какой-то очень привимый. Расскажи, расскажи. Вот это, извините, такой анекдот, когда на конкурсе, старый анекдот все это знают, наверное, тоже. Когда на конкурсе скрипачей уезжает один молодой человек из Советского Союза, и с ним представитель госпезопасности. И там такая премия, что кто выигрывает, играет на скрипку Паганини. И он проиграл, и он плачет, этот парень, что я не сыграл. Ну, и что, говорит, не сыграл скрипка Паганини, говорит, что, ну, как вам объяснить, что, вот, для меня скрипка Паганини, вот, если бы вам дали выстрелить из пистолета Дзержинского, вот, то же самое. И это, понимаете, вот, я не могу, вот, мне бы хотелось с ним поработать. Скажите, я выдаю к ней рассказать вещи, я даже теряюсь, забываю, забываю, что я даже хотел сказать. Павел, у нас уже не так много остается времени, 16-го числа наш канал покажет эту оперу. Что бы вы могли посоветовать людям, которые будут ее смотреть и слушать по телевизору? Как к этому подойти? Как справиться? Знаете, я убежден в том, что, ну, какие-то крики возмущения, которые сейчас звучат в прессе и среди моих многих знакомых, они в основном исходят от, конечно, профессионалов, от специалистов, которые в этом очень глубоко в процессе понимают и знают наизусть все. А ведь есть масса людей, которые даже не подозревают о существовании арии Кончака. Есть, есть такие люди, это правда. Это правда. И вот для них как раз эта опера, наверное, и сделана. Может быть, не для узкой группы профессионалов и музыковедов. Вот я вам такой вопрос. Вот вечер воскресенья, да, вечер воскресенья. Это интересно? Вот смотрите, эта опера интересна? Ну, тем, у кого нет отторжения против этого жанра вообще, конечно, интересно. Это премьера в лучшем театре страны, в самом большом. Скажите, пожалуйста, вот тоже там буквально по 30 секунд. Вы советуете эту оперу смотреть по телевизору? Да, советую. Почему? Надо заранее объяснить, какая будет раскадровка. У нас, вы знаете, когда идут музыкальные передачи, за границей смотришь, еще «Валторна» не сыграла, а уже показывают «Валторну». В наших передачах «Валторна» сыграла, и тогда начинают шарить по залу. Канал «Культура» хорошо снимает. Мы снимаем хорошо. Хорошо, да. Но можно лучше. Всегда мы петь можно лучше. Но все можно сделать лучше. Да, да. И я считаю, что передачи по телевизору такого сложного жанра, он и простой, и сложный одновременно, они должны быть специально разработаны. Нет, это в этом смысле. Но вы советуете эту сцену? Я советую, да. Я советую. На страны советов я советую. Потому что это очень интересно. Интересно не только потому, что это опера «Вородина», а интересно потому, что это работа любимого, и это должно всех заинтересовать. Потому что там еще такие поют люди. Да. И потому что Павел Карманов не последний, скажем так, композитор. Интересно посмотреть, что вы сделали с этим. Я хочу еще раз представить гостей наших сегодняшних. Владимир Анатольевич Матолин, российский знаменитый певец, народный артист России. И еще раз хочу подчеркнуть человек, который хочет поставить оперу. Мне кажется, это важно людям напомнить. Мало ли чего будет. Пата Бурчуладзе, мировая звезда, народный артист Грузии. Павел Карманов, композитор. 16 числа на канале «Культура» в 10 часов вечера уникальное событие. Всего через неделю после премьеры вы сможете это все посмотреть. Я хочу сказать огромное спасибо, я думаю, меня подойдет Юрию Петровичу Любимову, который умеет так работать, который умеет создавать такую атмосферу, что всякое, что он не сделает, вызывает интерес. Вот это самое главное. Мне кажется, что искусство тогда живо, когда оно вызывает интересы споры. А не когда все говорят, да, это хорошо или да, это плохо. Когда вызывает интересы споры, значит, живое. Понятно по нашему разговору, что князь Игорь – это очень живая постановка оперы. Мы все сможем с вами в этом убедиться, 16 числа. Спасибо всем, кто нас смотрел. С вами был Андрей Максим. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok